Всем привет! Лето уже подходит к концу, а это значит, что пришло время поговорить о довольно актуальной теме. Как собрать образ в школу, в шарагу, университет или, быть может, даже на работу. Мы рассмотрим четыре образа в разных стилях. Первый. База. Подходит для ежедневного пользования. Второй. Опиум. Для самых смелых и броских ценителей моды. Третий. Олдмани. Для тех, кто хочет подчеркнуть свою уверенность красивой одеждой. Четвертый. Мой личный фаворит. А... пока не будем об этом. Ну что ж, начнем. Для начала разберем базовый образ. Основа нашего лука составляет обувь. Выбираем что-то более-менее классическое, но при этом максимально актуальное и свежее. К примеру, возьмем кожаные кеды от Recones. Также есть и тканевый вариант, кому что больше по душе. Весьма лаконичная модель, которую просто сочетать. Эта пара обязательно займет ключевое место в вашем гардеробе. Под черно-белые кеды на платформе отлично подойдут черные джинсы прямого кроя с аккуратной складкой на обуви. Я выбрал эту модель от Balenciaga. Также подойдут любые другие темные брюки. Однотонные черные джинсы прекрасно выполняют функцию плавного перехода на верхнюю часть нашего образа. Но что же делать, если джинсы категорически отказываются держаться на нашей узкой талии? Тогда на помощь придет ремень. Он выступит как универсальное решение нашей проблемы и как дополнительный аксессуар. Выберем не сильно броский. Например, этот ремень Helio Temit. Наверх нам обязательно нужна рубашка. Выберем что-то максимально классическое, но при этом стильное и актуальное. С этой задачей идеально справятся рубашки от Mason Margella. У этого бренда есть множество подходящих нам моделей, но я, пожалуй, остановлюсь на этой. Минималистичный принт в сочетании с интересным кроем не оставит вас без внимания женского пола. Возможно, даже мужского. Если мы собираемся на учебу, то нам обязательно понадобится сумка или рюкзак. Здесь, возможно, несколько вариантов. Тканевая сумка от Comte de Garçon. Рюкзак с интересным принтом от ERD. Или невероятно модный вариант от Alix. Пожалуй, на нем мы и остановимся. Этот великолепный рюкзак будет выступать не только как вместительное хранилище, но и станет хорошим поспорьем при составлении различных образов. Если же хочется надеть что-то более яркое, я бы взял рюкзак от Reconso в коллаборации с Converse с дополнительным отсеком для ключей и всякой всячины. Максимально по-школьному. Ну вот и все. Базовый аутфит для ежедневного посещения учебных заведений завершен. Перейдем к следующему образу. Всеми горячо любимый и так же яростно ненавистный опиум. Если ты хочешь всем своим видом показать, что ты плевать хотел на общественное мнение, а с высокой модой говоришь на «ты», этот стиль для тебя. Начнем все так же с обуви. Нам нужны максимально броские кожаные ботинки на высокой платформе. Сразу же на ум приходят нюроки, да? Их мы и рассмотрим. Подойдут две эти модели. Для тех, кто хочет почувствовать себя чуточку повыше, и для тех, кто хочет просто чувствовать. Если подобная обувь для вас уже перебор, их вполне себе могут заменить великолепные Rick Owens Black Jumbo Lace Bozzled Tractor Boots. Даже в названии чувствуется протест. На ноги, разумеется, пойдут черные кожаные штаны Rick Owens. Ну или если вас волнует проблема отсутствия вентиляции, можно надеть эти чудесные расклешенные джинсы. Согревать наше сердце будет, очевидно, водка. От Александра Дижинова, конечно. Таким образом, вы сможете не только произвести впечатление на своих одноклассников, но и доказать трудовику, что он не одинок. Если наличие рубашки для вас обязательно, неплохим вариантом может стать MM6 Mason Margello. Все так же в черном цвете. Выбор рюкзака в данном случае весьма однозначный. Берем максимально кожаный и максимально металлический. Хорошим вариантом станет этот рюкзак Balenciaga. Или вот этот от Chrome Hearts. Завершить наш аутфит нам помогут аксессуары. Готические ремени May Plus в сочетании с подвеской Chrome Hearts и браслетом Ralph Simmons не оставят равнодушными людей, которым посчастливилось встретить вас в этом поистине стильном луке. Третьим по счету мы рассмотрим Old Money. Тем, кому не по душе темный готический опиум, мы предлагаем гораздо более спокойный и классический образ. С обувью все довольно просто. Подойдут любые черные лоферы на небольшой платформе. Идеально под описание подходит эта модель Prada. Для ценителей дома Маржеллы можно выбрать что-то наподобие этих таби или их более привычный вариант. Штаны выбираем черные, классические. Желательно со стрелкой. Еще один элемент от Мейсона Маржеллы дополняет наш образ. Подойдут также укороченные брюки. При этом следует иметь в виду, что носки также должны подходить под цвет штанов и обуви. Ведь если взять, к примеру, белые носки под черные туфли и брюки, белая линия может визуально укоротить ваш рост. Вы же не Майкл Джексон, верно? Касаемо рубашки, мы возьмем также классическую. Допустим небольшой принт, к примеру, на спине, как здесь. В прохладные дни можно надеть поверх рубашки какую-нибудь олимпийку. Пусть это будет Селин. Подобные олимпики максимально хорошо передают эстетику олдмани. Сумка также должна быть классической. Можем позволить себе немного поиграть с логоманией и взять эту модель от Гайард, которая словно кричит о статусе и серьезности ее носителя. Неплохим дополнением также станет галстук. Например, вот этот, от Прада, который хорошо сочетается с выбранными ранее лоферами. В подобном образе деньги сами потекут к вам рекой. Это я гарантирую. Ну что ж, пришло время для самого неоднозначного, но при этом не менее интересного аутфита. Прошу любить и жаловать. Лук фаната Урагана Хакаги. На ногах, разумеется, сияют белые кожаные Мейсон Маржелла, Future High Top, High Tech, Архив Шузы, Футуристик Глоб, Кивки в 2013, Глоб Гэнг, Шкэрбэнк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова